Мозг Сегодня будем говорить про мозг. Кто-нибудь знает, сколько мозг весит? Сколько весит? Полтора-два. Это примерно 2% от массы нашего тела. И на самом деле мозг, как вы, наверное, знаете, многие потребляют примерно 20% всей энергии нашей. То есть очень такая вещь. Интересно. Мозг у нас для каждого, наверное, мы ассоциируем его с разными вещами. И вы мне можете рассказать, чем мозг занимается. Для чего он нам нужен? Для чего? Память контролирует память. Движение контролирует. Еще что? Да. Принимает решение. Для всего. Да, на самом деле для всего. Вы все правы. Он контролирует наши мысли, он контролирует наши эмоции, наши движения, то, как мы запоминаем вещи, то, как мы учимся. Внутри мозга у нас есть много разных клеток, которые выполняют специфичные функции. Но, конечно, у нас внутри мозга суперстарльс — это наши нейроны, которые являются основными модулями процессинга информации. Извиняюсь, что я перехожу иногда на английский. И они, естественно, получают наибольшее количество внимания. Нейроны передают информацию, обмениваясь электрическими импульсами по каналам, которые называются аксоны. Для более эффективной передачи информации у нас олигодендроциты покрывают их милиновыми болочками. То есть они создают некую изоляцию для этого. Также у нас есть астроциты, которые участвуют в построении blood-brain barrier. Это у нас гематоэнцефалатический барьер. Отлично. Вот, знаю. Отлично мне люди помогают. И в то же время они помогают кормить эти голодные нейроны, которые у нас работают и потребляют очень много энергии. Кто мне может сказать, сколько у нас нейронов? Как бы… Сколько? Круто. Так точно. Да, на самом деле, насколько я знаю, около 100 миллиардов нейронов. Ну, вы прямо подкованы, ребят. Да. И, конечно, на самом деле, большинство наших нервных клеток уже сформированы до нашего рождения. И они будут нам служить всю свою жизнь, всю нашу жизнь. Теперь вы немножко можете начать расстраиваться, потому что мы все испытываем стресс, у нас недостаток сна, или мы стареем, иногда мы болеем и так далее. И все это может привести к потере нейронов, и, в общем, это очень грустно все. Но вы уже расстроились? Не расстраивайтесь. У нас есть хорошие новости. На самом деле, наш мозг умеет некоторые функции восстанавливать, и он умеет… Но это все не так просто. На самом деле, идея регенерации, она не так нова, и у животных мы можем наблюдать, например, у ящериц. Все видели ящерицу, у которой хвост отваливается? Кто видел ящерицу? Отлично. Все видели ящерицу. Вот, у нее отваливается хвост, и потом она может отрастить еще один. Наше тело тоже имеет такую способность. Наше тело тоже имеет такую способность, например, когда мы можем порезать палец, он так не останется навечно. Спасибо. Он у нас зарастет. Мы, конечно, не такие продвинутые, как ящерицы, но на самом деле не только клетки кожи имеют такую особенность, также наши кости, наша печень и так далее. На самом деле, было бы очень клево, я думаю, вырастить… Если бы у нас была такая возможность вырастить новую руку или новую ногу или новый мозг. Наше тело может до некоторой степени регенерировать, и оно регенерирует благодаря неким клеткам, которые называются стволовыми клетками. Это очень крутые клетки, у них есть уникальная способность. Они могут неограниченно делиться, и в то же время они могут становиться любыми типами клеток, например, клеткой кожи или клеткой крови или нейронам. В 1998 году Фрейд Гейдж и его коллеги открыли, что в гиппокампе даже у взрослых людей есть так называемые нейростволовые клетки. Это уникальные клетки, которые могут становиться разными нейроклетками, в том числе астроцитами, нейронами и так далее. Если мы подумаем, то эти клетки могут быть использованы в нейрогенерационной медицине, и они открывают безумные возможности. Например, если мы хотим вылечить какую-то травму мозга, или при лечении нейродегенеративных заболеваний, или любых других заболеваний мозга, например, multiple sclerosis, это у нас что? Россеянный склероз. То есть это аутоиммунное заболевание. Было бы здорово это все восстанавливать, эти функции. Как вы думаете, насколько наш мозг вообще может это сделать? Может восстановить сам? Функции или вырастить новые нейроны? Ага, это хороший ответ. А что мы можем сделать для того, чтобы помочь мозгу? Мы можем как-то помочь восстановить поврежденные области? Можем? Можем, можем. Делать можно. Окей. А еще что можем? Препараты. Ну да, на самом деле можно, у нас есть два варианта. Один вариант, как у нас аудитория единогласно сказала, что мы можем заставить мозг производить больше, увеличить нейрогенезис или производить больше нейроклеток. Или второй вариант, интересный тоже, мы можем сами вырастить нейроны и, например, каким-то образом доставить их в мозг. В 2006 году ученые сделали открытие о том, что любые клетки взрослые могут быть перепрограммированы в состояние, подобное стволовым клеткам. Они называются индуцированные стволовые клетки. По сути, что мы делаем, мы берем разные клетки, взрослые клетки организма, добавляем какой-то химический коктейль и получаем клетки с уникальными способностями, которые могут становиться в том числе и любыми, в том числе и нейронами. Вот, было бы очень здорово. Но, например, мы выяснили, как можно выращивать эти нейроны, и мы доставили их в мозг каким-то образом, в эти поврежденные области. Они там прижились. Как вы думаете, мы решили проблему восстановления этой области? Нет. Почему? Связи. А если есть уже связи? Они прижились там, им там хорошо уже. Да, абсолютно верно. Мы на самом деле можем получить очень даже глупый мозг или глупый кусочек мозга. Мы хотим умный мозг. Мы хотим, чтобы он выполнял те же самые функции, которые были раньше. Вот. Мозг обладает очень замечательным свойством, которое называется нейропластичность. И кто? Эксперты? Скажите мне, что такое нейропластичность. А там есть тракт. Отлично. Чего? Да, то есть он, если сказать более простыми словами, здоровые участки мозга могут перенять функции каких-то поврежденных участков. Здесь они вот красненькими обозначены. Вот. И было бы здорово, если бы мозг мог учить большое количество нейронов, которые мы каким-то образом доставим в мозг, выполнять эти функции, которые предыдущие поврежденные нейроны учили всю свою жизнь с нами. Это было бы особенно удобно при лечении нейродегенеративных заболеваний, например, таких, как болезнь Альцгеймера. Болезнь Альцгеймера очень такое неприятное заболевание, потому что его трудно диагностировать. И обычно пациентов приводят к доктору родственники, которые замечают какие-то изменения в поведении у человека. К тому моменту, как его приводят к доктору, заболевание уже прогрессирует примерно 20 лет. Достаточно долго. И его сложно диагностировать. Основной способ диагностики – это МРТ, когда сканируют мозг и смотрят, как он выглядит. Это дорого. Не все люди ходят часто, чтобы делать МРТ. Просто так. И заболевание сложно диагностировать. В настоящее время лечение у этого заболевания сводится только к снятию каких-то симптомов и поддержанию более-менее нормального функционирования организма. То есть лекарства нет от Альцгеймера. В конечном итоге эта болезнь прогрессирует и приводит к смерти. Что происходит внутри мозга заболеванием Альцгеймера? Образование, по-моему, называется по-русски «узелки и бляшки». Да? 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 Узелки и бляшки. И они… Вот эти аномальные структуры, которые появляются в мозге, они разрушают связи между нейронами и, соответственно, приводят к их гибели. Ну, по крайней мере, до конца роль этих узелков и бляшек еще не изучена, но это наиболее вероятная гипотеза. Мы, конечно, хотим понять, что происходит в болеющем мозге и как можно лечить это заболевание. И для этого мы, как ученые, пытаемся совместить наши знания. И наша исследовательская группа, она участвует в проекте, в европейском проекте, который называется «Эжи-проэнсис-байо». И целью этого проекта является изучение основ развития этого заболевания, точнее, основ развития стареющего мозга в нормальных условиях и в условиях, когда у человека выявлено заболевание. И также определение новых точек приложения лекарственных препаратов и проецирования этих препаратов. У нас в состав нашего консоршиума входит 5 частных компаний и 9 лабораторий из разных университетов с абсолютно разным бэкграундом. Всего у нас 14 партнеров из 7 стран. Мы хотим понять, чем отличаются больные от здоровых и как работает это заболевание. Для того, чтобы понять, как что-то работает, что мы делаем обычно? Выключаем? Или включаем? Ломаем. Мы экспериментируем, да? Ну, на самом деле, да, мы ставим эксперименты. В результате экспериментов мы можем, например, узнать, например, одна лаборатория у нас делает, она берет клетки кожи у больных, у здоровых людей, перепрограммирует в индуцированные столовые клетки и потом выращивает нейрончики. Но вот здесь вот этот такой довольный нейрончик – это из здорового человека, недовольный – это из больного человека. Соответственно, потом мы делаем какие-то измерения и используем статистику для того, чтобы понять, насколько они отличаются, больные и здоровые, и чем отличаются. С другой стороны, мы можем смотреть на результаты МРТ и понять, как болезнь развивается, где она начинается, когда она начинается, где будут наиболее сильные очаги. Также мы можем измерить экспрессию генов у больных, у здоровых людей и понять, какие гены отвечают за возникновение заболевания. Также мы можем измерить какие-то интеракции протеинов, взаимодействие протеинов, белков, белков, да, и ликоэкспрессию генов, что тоже нам даст понять, какие гены ведут себя одинаково в здоровом и в больном человеке. Мы также знаем, в каких областях мозга те или иные гены больше или меньше экспрессированы. Все это дает нам какое-то описание заболевания, да? Мы можем уже, в принципе, понять. Мы, в общем, все решили, да? Вылечили? Не вылечили? Почему? Мы уже столько экспериментов поставили. Лекарства нет. Но на самом деле, вот если я вам покажу такую штуку, вы знаете, кто это, что это? Что это? Какая-то плата. А как она работает? Сложно работает, я согласна, да, сложно. Ну что это? Радиоприемника. Или чего-то еще? Ну, он еще, да, не очень маленький, да, смотри, какие. Большие. Ну, в общем, у нас есть разные варианты. Можно долго гадать. Вот если я вам побольше покажу, кто знает, что это такое. Печатная машинка, швейная машинка, радиоприемник, телевизор. Кто еще? Кто за что голосует? Калькулятор. Кто за калькулятор? А если я вот это покажу? Кто знает, что это? Ну, вы, наверное, слишком молодые. Все вы не знаете, что это такое. Это радиоприемник. Это радиоприемник, да. То есть, на самом деле, если я покажу вот такую картинку, то, наверное, вы поймете, как эта целая система работает. Если я показываю отдельные кусочки, отдельные части этой системы или слои этой системы, то их будет недостаточно для того, чтобы понять, как это работает. На самом деле, то же самое. Мы можем применить ту же самую аналогию к биологическим вопросам. Когда мы проводим много экспериментов, они описывают нам заболевания, в данном случае, альцгеймер, только с определенного какого-то угла. Они дают нам только часть информации, но мы хотим понять, как эта целая система работает. Для этого мы можем рассматривать отдельную, каждый слой информации и потом совместить их вместе, и мы хотим понять, как эта система работает в целом, целиком. И мы можем начать складывать эти интеракции, эти слои информации на разном уровне, например, с экспрессии генов, мы можем понять, как protein, protein interactions работают, в каких процессах они участвуют и в каких местах эти процессы наиболее активны. Когда мы сложим все это воедино, мы увидим, как эта система работает в целом, не отдельные какие-то вещи. Соответственно, когда у нас есть куча разной такой информации, возникает вопрос, как ее объединить? Варианты есть? Какие? А как найти связи? Варианты? Это выход. Это всегда выход. Это всегда выход из ситуации. Информация действительно очень разная. И мы согласимся, что достаточно тяжело это все собрать воедино. На самом деле есть один достаточно простой способ. Мы можем собрать все в графы и представить нашу различную информацию в виде одной сети, где, например, вершинами в этом графе будут гены или протеины, или метаболиты, или что-то еще. И связями, то есть ребрами, будет, например, коэкспрессия. То есть вид биологического взаимодействия. Например, коэкспрессия, или взаимодействие белков, или эпистаз, или какие-то другие еще дополнительные интеракции. Когда мы все это вместе соберем, мы увидим что-то вот такое. Это простой той экзампл, где мы собрали разные виды интеракций, и мы видим, что у нас там из ген 1, из ген 2 связаны одним типами интеракции, и ген 1 и ген 3 связаны, например, двумя типами интеракции. Это очень интересно, когда мы начинаем понимать, что некоторые части сети, они более связаны друг с другом. Соответственно, мы можем, на самом деле, когда мы собираем все это вместе, мы обычно видим нечто вот такое. Это очень простое представление, когда вы сложите все воедино. Я вам не буду показывать большую свою сетку, которую я анализировала. Покажу только часть маленькую статистики. Когда мы собрали для Альцгеймера наши данные, у нас получилось примерно 20 тысяч нодов, то есть вершин в сетке, и примерно 78 тысяч взаимодействий. Вот в табличке здесь мы видим разные гены, которые участвуют в заболевании Альцгеймера, и на графе мы видим распределение степень вершины. И мы видим, что у нас на самом деле с большим количеством связей не так уж много вершин. И результаты анализа показали, что вот эти хабы или очень связанные вершины, они часто входят в эти заболевания нейродегенеративные. Если мы хотим анализировать эту большую сетку, мы, наверное, хотим как-то понять, как ее части взаимодействуют. Для этого мы можем применять какие-то алгоритмы, которые нам разобьют эту сетку на кусочки, то есть мы сделаем какой-то кластеринг сети. Да? Нет? Логично? Да? Хорошо. И мы можем применять разные алгоритмы, которые разобьют нам сетку на много разных кусочков, и потом мы хотим понять, что мы получили, в каких процессах эти гены, входящие в кластер, участвуют. Например, мы хотим привести это все к общему знаменателю. Есть примеры наших кластеров. Для того, чтобы понять, в каких процессах они участвуют, мы можем применить этот тул, который называется G-профилер, и он нам покажет статистически важные функции, в которых участвуют эти гены. Думаю, что мы не будем очень сильно вдаваться в подробности, но мы можем описать, например, в каких биологических процессах участвует эта группа генов, ваш лист, или какие у них молекулярные функции и так далее. И вы узнаете, этот тул вам расскажет, насколько ваш лист генов статистически значимый имеет эту функцию по сравнению с каким-то случайным набором. Пример нашего тулла. На самом деле, вот здесь 50, это пример был с 50 генами, и здесь есть какой-то термин из gene ontology, и в итоге мы нашли 10 генов, которые у нас являются статистически несигнификантными. Мы также на основе результатов этого enrichment analysis мы можем сделать какой-то ранкинг этих модулей, которые мы нашли, и, соответственно, сделать выводы о том, какие из них являются наиболее важными в этом заболевании, в Альцгеймере. Помимо того, что мы делаем какой-то анализ данных, мы еще строим базу данных, в которой собираем все-все-все разные типы данных, и хотим поделиться этим потом с учеными, которые занимаются исследованием нейродегенеративных заболеваний, и они могут иметь свободный доступ к этой коллекции данных. Коллекция интересная тем, что в самом нашем консорциуме есть несколько компаний, которые занимаются какими-то специфическими данными, и они их производят, но, соответственно, нигде в другом месте их достать нельзя, и это ценно. Мы надеемся, что интегрирование данных поможет нам с разных углов увидеть это заболевание и как-то понять его лучше. Но в настоящий момент мы хотим, чтобы у нас несчастные нейрончики стали счастливыми. Я думаю, что все с моей стороны. Здравствуйте. У нас еще много времени на вопросы. Есть ли вопросы? Скажите, пожалуйста, вы на данный момент какие-то конкретные значимые выводы получили или еще в процессе? Да, у нас сейчас тестируется взаимодействие некоторых генов, протеинов точнее, которые мы нашли в результате анализа. Но оно еще в процессе тестирования, поэтому сложно сказать. Еще вопросы? Вы сказали, что вы работаете именно с Альцгеймером. У вас есть какие-то работы, которые в целом нормальное старение мозга изучают и взаимодействие белков при нормальном старении не при боли? Да, но мы сравниваем, конечно. У нас есть коллекция данных, датасетов, которые относятся к здоровым людям, к старению старейшим здоровым людям и к больным. А есть какие-то сравнения? Ну, ведь старение по-разному проходит у разных людей, у кого-то быстрее, у кого-то медленнее. Есть ли какие-то сравнения условной группы старейших быстро и условных долгожителей в плане мозга? На самом деле у нас есть некие группы, разделенные по годам, и у нас есть какие-то дополнительные информации об этих пациентах. Но поскольку данные очень разные, они приходят из разных источников, нет одинаковой аннотации для всех. Мы не можем сказать, кто из них быстро стареющий, кто из них не быстро стареющий, чтобы найти какое-то уникальное описание, характеристику. Да. Скажите, пожалуйста, а в этих исследованиях когда учитывается влияние микробиота на взаимодействие? Да, я поняла же. Нет, не учитывается. Не подскажете, вот берется, получается, клетка больного человека, переводится в стуловое состояние, где делаются нейроны. По нему сразу видно, что он больной? Нет, по нему не сразу видно, но мы сравниваем их. То есть, в смысле, что ты имеешь в виду, по нему сразу видно? Морфологически нет, не видно. Ну, то есть он всегда 100% получается больной? Нет, не всегда 100%, конечно, да. Но он заболевает потом? Или вы смотрите просто… Насколько они отличаются, да. Насколько они отличаются, но они могут быть… А, ну они склонны к заболеванию. Да. Но как бы мы не делаем single-cell analysis. У нас там есть пул клеток, поэтому мы можем сравнить на популяции клеток. У меня был похож вопрос. Просто эти исследования по превращению клеток кожи в нейроны и потом изучение их свойств мне не кажутся релевантными, потому что все-таки процесс Альгеймера связан с изменением именно в нейронах, непосредственно с изменением экспрессии генов, с регуляцией. И как клетка кожи, которая находится на поверхности и довольно вторично связана с клетками мозга, насколько релевантны вообще эти исследования и какие именно параметры исследуют? Ну, на самом деле, это, наверное, как в любом моделировании заболевания. Если у вас есть какие-то возможности использовать стволовые клетки для моделирования, их можно использовать. И насколько они будут отличаться, это сейчас еще у нас в процессе сравнения. То есть я могу вам ответить точно на этот вопрос, когда у меня будут мои результаты точные, мои. Но подобные были для Паркинсона сделаны эксперименты. И, по крайней мере, статьи, которые уже опубликованы, они показывают, что да, есть различия, мы можем увидеть различия. Да, Альгеймер не всегда. На самом деле, сейчас очень много разговоров по поводу, с чем связан Альгеймер. И там есть разные гипотезы. Недавно я прочитала о том, что очень сильно связывают с аутоиммунными заболеваниями. Ну, то есть они могут быть тоже генетического характера. Да. А вот по поводу того, с чем связан Альгеймер. Вот по недавним таким исследованиям, ну, статья об Nature осенью этого года, появились свидетельства, что это может быть прионным заболеванием. Ну, там, в частности, показана была его трансмиссивность. Вот. Можете ли вы прокомментировать это как-то? Или, ну, повлияло ли вот эти последние данные на то, что вы исследовали? Ну, просто такая очень актуальная тема. Да, очень много статей выходит, которые строят новые гипотезы, почему возникает это заболевание. На самом деле, вот эту конкретную статью мы… Ну, я представляю, о чем вы говорите, но мы не брали во внимание здесь, в этом исследовании. Считается, что нервные клетки не восстанавливаются. То есть это какой-то генетический механизм или эпигенетический механизм? То есть известно ли, ну, по крайней мере, не точно, но хотя бы что-то предположительное. Блокируются ли какие-то гены, которые известны за рост, либо это какие-то эпигенетические механизмы? Ну, также блокируют не генов, конечно, но… Я, если честно, не затрудняюсь вам на этот вопрос ответить. Вообще нейрогенез происходит у всех, просто у кого-то он больше происходит, более интенсивно, у кого-то менее интенсивно. Как начинает среда мозга говорить о том, что… ну, клеткам, нейростовым клеткам о том, что тебе нужно сейчас поделиться или превратиться в кого-то? Это вопрос еще открытый. Спасибо. О, еще вопрос. Еще есть. Скажите, пожалуйста, а были какие-то предположения влияния регуляции кальция в нейронных каналах на развитие этой болезни? Да, да. Одна из наших лабораторий как раз моделирует, как это называется, сейчас, процесс, который, то есть они делают quantitative modeling этого процесса, и как раз они учитывают концентрацию кальция. Да. Есть ли эти гены, которые задействованы в регуляции кальция, да? Да. На самом деле, я когда делала анализ еще отдельно, пасвый анализ, там очень много генов, которые участвуют в Альцгеймере, они также участвуют в развитии диабета, например. Это же интересно. Вот такая. Есть вопросы? Больше нет вопросов? Спасибо. Спасибо вам.